Соревнования по Тайквондо в рамках Дети Азии впервые были проведены в 2000 году. Тогда из-за границы было представлено всего 4 команды, а на пятые игры приехали 12 иностранных команд. Исключением в заявочных листах стала Корея. Она впервые не выставила своих бойцов в родном для нее виде единоборства. Палестина достаточно молодое государство, образованное в 2000 году. Поэтому Тайквондо для нас новый вид спорта. У нас девушки не занимаются Тайквондо, а вот более 3000 мужчин свое предпочтение отдают именно этому виду спорта. Мы приезжали на четвертых играх. Тогда завоевали 5 золотых медалей, 1 серебро и 1 бронзу. В этот раз также надеемся на победы. В Тайквондо удар можно нанести в корпус и в голову. Запрещаются захваты, толчки, подсечки и все удары ниже пояса. За сложную технику с разворотом на 360 градусов и ударом ногой в голову максимально засчитывается 3 балла. Спортсмены впервые выступили в жилете с электронным сенсором. При ударе электроника тут же фиксирует балл. Экипировка весит примерно 4-5 килограммов. Это не все новшества соревнований по Тайквондо. Система видеоруплей – это система, когда тренер не согласен с решением суди, он поднимает карточку и просит рассмотреть. Впервые видеоруплей сейчас будет на Олимпийских играх. У нас проходит соревнование в точно так, как будет проходить на Олимпийских играх в этом году в Лондоне. Компания, скажем, собралась нешуточная. Например, Иран привез чемпиона мира, Таиланд – призера мира. А честь сборной республики защищали 8 спортсменов. В весовой категории до 63 килограммов Александр Иванов в полуфинале в течение двух раундов вел схватку. Болельщики просто разорвали зал. Но в третьем раунде азербайджанец Юсиф Гесельли стал набирать баллы. Якутиянин отставал всего на три очка. Буквально за две секунды счет показывал на табло 19-20. Последний рывок Александра и время. Исход встречи решила одно очко. Помимо Александра бронзовой медали завоевали Кюнне Дегтярева в весе до 44 килограммов и Мария Васильева в весовой категории до 55 килограммов. Наша землячка проиграла в полуфинале спортсменке из Казахстана. В первой встрече победила монголку со счетом 16-10. Потом проиграла сильная спортсменка из Казахстана. Здесь многие рослые, быстрые и стараются попасть в голову. Выигравший у нашего Александра Юсиф в финале встретился с иранцем. Мохаммад в течение всех боев продемонстрировал свое мастерство, набирая очки сильными ударами ногой в жилете в голову. Таким образом, золотая медаль отправится в солнечный Иран. Я до этого в азиатских играх всегда становился вторым в Иране, Германии и Вьетнаме. Поэтому я очень рад, посвящаю свою победу родителям. Завтра с утра соревнования продолжатся в пяти весовых категориях. Субтитры создавал DimaTorzok